Про баррикады? Окей, у нас 29 зрителей. Здравствуйте. Я немножко не причесан. Меня зовут Илья. Я хочу рассказать что-то про баррикады. На которых ты был какого декабря? Какого декабря? Я был 11 декабря на баррикадах. А 10 я даже немножко охранял баррикады. Ну, хорошо, что ничего не случилось. Хорошо до беркота, что ничего не случилось. Потому что у меня очень музыкальные, очень крепкие пальцы. Я музыкант. И, к сожалению, ничего 10 не было на Майдане, где хорошо. А 11 я особо ничего не делал, только немножечко... Потолкались? Немножечко, да. Но абсолютно мирно, абсолютно законно. Я не толкал миссионеров. Я толкал людей, которые попросили меня, чтобы я их потолкал. Окей. А какой процент, пожалуйста? Теперь процент. Теперь я хочу заняться изобличением, или обличением, правильно будет говорить, циркового общества, как пример общества, которое хочет построить президент Украины. Один из президентов Украины. Я работал в оркестре церкви. Действительно, там очень интересно все и в оркестре, и в самом цирке. И вот, когда, когда, например, дирижер оркестра... Я, кстати, не говорю, какого цирка. Чтобы не было ощущение, что я хочу завалить какой-то определенный оркестр. Ведь оркестров много, и цирков много. И когда, когда дирижер заходит, серьезно, когда он заходит, например, ты едешь с ним в каком-нибудь маршрутке, ты общаешься, он тебе что-то говорит, естественно, немножко свысока, но без понтов. И как только он переступал в порог цирка, он становится с другим человеком, потому что там начиналось его владение, и он был супер-супер деспотичный, он делает, что хочет. Он там бог, царь, он может... Например, один человек пришел к нему, сказал, ну, Днющич, отпустите меня, пожалуйста, у меня у отца не суть, можете, могу я завтра поехать в Кривой Рог, решить этот... Ну, к отцу, потому что у него не суть. А он говорил, например, Боря, чем ты им можешь сейчас помочь? И вот, ты ничего не можешь сделать, тебе кажется, что ты там работаешь навсегда, ты будешь там... Ты пришел в 20 лет, и ты уйдешь оттуда в 60 на пенсию, ты не можешь защититься никак, у тебя должен полностью рабочий день посвящен цирку, выходные, а вдруг надо репетировать, ну, короче, никакой свободы. Когда выходит, ты дежурец из цирка, или кто-то, кто работает там, так как, например, президент, когда он выходит за пределы своего общества, которое он построил, он становится слабым, незащищенным, он не может связать двух слов, он боится сказать гардеробчице, он меня вообще слышит? Да. Он боится сказать громко гардеробчице, на него кричат, ничего не слышит. Шо? Что? Говорит, глобче. И вот такого плана, такого плана, я это уже видел, у меня есть ощущение, что я знаю, что происходит. Интересно? Ну, на самом деле, в таком цирке как быстро надоело тебе? Мне сразу надоело, но, вернее, как, сначала ты этого не знаешь, когда я молодой, ты не понимаешь, что у меня сознание, когда ты пришел после училища музыкального, тебе кажется, что так должно быть всегда, так другого нет, сравнить тебе не с чем, информации нет, как в других местах. И ты должен, что ты можешь сделать, это просто подчиняться, и чем больше на тебя кричат, чем больше от тебя требуют чего-то, тем больше как бы ты привязан к этому. Нет ощущения, что ты хочешь отойти от этого, просить и уйти. Наоборот, у тебя есть какое-то ощущение, что ты, может, не прав, что тебе нужно как-то разобраться, что-то сделать. Может, здесь нет конкретной аналогии, в смысле, но потом все-таки рано и позу приходит пробуждение, когда ты понимаешь, что это все-таки лучше, чем я пытаюсь построить в закрытых сообществах. об этом мы поговорили. Мы поговорили, но у меня еще такой вопрос к тебе. Почему ты киевлянин? Сколько времени приблизительно с первого момента, как вышли люди на Майдан, когда ты вышел, сколько времени ты проводишь на Майдане, чтобы здесь было... мы сейчас греемся. Наконец-то поужинали в час ночи. Сколько времени ты проводишь в Майдане? Я не был первый день, 21-й, я пришел 22-го, и пока первое, как бы, 22-го я пропустил, может быть, до сегодняшнего дня, может быть, дня 4. То есть за 5 недель 4 дня? Где-то так, я думаю, может быть, где-то так. Но я не прихожу на целый день, я приходил, когда был, когда была опасная ситуация, когда был штурм и все дела, до штурма, когда были войска. Нет, я не пришел, я не пришел, я пришел, потому что объявили мобилизацию, я пришел до штурма. Ты тогда пришел пешком, или как ты помнишь, ты приехал тогда еще на метро, или, ну, моя сестра живет в Церценке, я пришел пешком, да, но просто мне тут 2 шага от ее дома, но я не пришел на, не по интернету, я пришел, потому что объявили мобилизацию, оппозиция, на час штурма, я пришел ровно в час. Когда пришел, когда пришел судебный исполнитель, мы пришли с моим знакомым, у меня там, с моим родственником, защищать мои даты, скажем так. Угу. дела свои, очень интересным способом она стояла, я не знаю, показывали это где-нибудь, она подошла со стороны судна и начала, она стояла в окружении милиционеров и тихим голосом, без рупора, у них был рупор, но она не спорила. Читала какие-то бумажки сама себе. Просто не там, где люди, она просто читала. Ну вот. Я немного времени, тогда я провел многое, тогда я был до конца, пока там я мог стоять, и до этого, мы стояли ночью тоже. Всю неделю-то я приходил по ночам, но как бы я стараюсь сейчас приходить вечером, потому что днем много ли, больше ли, вечером меньше. Если могу ночью, но сейчас я немножко так больше сачкую. Ну потому что казаки приехали из Кумиличины, по-настоящему Бранковскому ехали. Казаки давно уже здесь, если разогрели. Ну да, но их больше и больше становится, на самом деле, они приезжают сменами, вот, то есть люди вахтят тут по полсела, и главное, чтобы была организована там доставка топлива для генераторов, еды и народ будет стоять, на самом деле. Не знаю, мне кажется, что как по себе, по моим силам, я могу тут стоять насколько надо. Я же стою здесь, я прихожу сюда, приходить сюда, я думаю, последним человеком, наверное, я буду. потому что только, если будем стоять, есть смысл, правильно? Да. Ничего же хорошего само не случится, если мы уйдем сегодня или через полгода. пока мы стоим, есть, существует центр сопротивления, есть какой-то правовой, как говорят люди в интернете, это самое безопасное место на Майдане. Ну, в принципе, потому что вот эта вот система какая-то взаимного доверия, самообороны еще чего-то, она такая достаточно сильная здесь такого братства какого-то воедино-коррена. Поэтому надо здесь быть, я не вижу ничего, никаких изменений, все там нормально, все регистрируется. Еще раз повтори, кто-то такой, потому что у тебя уже 53 зрителя, и в чате спросили привет, а кто этот человек? Меня зовут Илья, я почти никто, я музыкант. Жизнь здесь. Жазовый. Латиноамерикан, сальсовый. И я случайно сидел с... Киевлянин. Киевлянин. Извините, что я не говорю по-украински, но не сейчас. Сейчас я устал, не хочу никого напрягать своим акцентом. Окей. Расскажи, пожалуйста, ты очень интересно рассказывал, каким образом поиск был штурм-баррикад, потому что ты был там. Там было еще много людей. Ну, я понимаю, но твои ощущения. Это был момент в моей жизни самый страшный пока что, по сегодняшнему. Может быть, просто я очень пугливый. не знаю, не знаю, не знаю, Мы пришли и собирались с Ваней, собирались охранять Майдан каким-то способом, но Ваня немножечко сильнее меня физически. Ну вот, и потом там были поруби, всем руководил, как все знают. Прекрасно и очень очень сильно впечатлило меня и вдохновлял нас всех на спокойствие. Конечно же, это спокойствие пришло, может быть, там, на следующий день. Ну да, начали штурмовать с Европейской площади, заняли баррикады, сняли их, наверное, нам не было видно сцены. Было видно только шашки дымовые, которые они пускали, а потом они появились на позе сцены и мы их не... Я медициня не трогал, естественно, что я могу с ними сделать. Я трогал людей, потому что я их немножко сдерживал людей. Потом они быстро порвались. Ну, было очень ярко, когда люди держались друг за друга и получалась такая немножко путь чая, но... Это было на Институтской, это было позже, это было уже, когда они штурмовали баррикады. На Институтской было очень сильно видно, как они газы использовали. Вот именно там, где осталось. То, чего потом нас, наутро потом все говорили, что вообще спецсредства не использовали, вообще все было мирно, прекрасно, но они должны, во-первых, подсцены били, по головам, немножко, дубасили. А там они... Чем они били? Это важно. Они били дубинками. Дубинки бывают двух видов. Да, но когда тебе светит фонарь в лицо, там у них человек был специальный, не знаю, что-то, случайный, случайный, который светил очень ярко в лесу фонаром. и ты ничего не видишь. Ты видишь человека, который находится на расстоянии двух метров от тебя или там трех, не знаю, сколько ты подошел. И он просто светит в каждом лицо, вот так вот, как будто тебя хотят посмотреть. На самом деле тебя просто блокирует все, ты не видишь потом ничего, ну и там плохо видишь. Они били дубинок, да, я знаю, что есть два вида дубинок и какие там они используют, откуда я знаю, я знаю. И Ленка разбили голову, это я знаю. Потом появился НСМ с сбитой головой. Ну вот. А газом они очень сильно, очень сильно пользовались, на Институтской такие облака стояли периодически. Так что не было видно ничего. Я подошел после последней атаки именно газовой. Какой газ был? Судяще вы или никакой? Я думаю, да, потому что людей выносили много. Ну, это же так давно было, все, все знаю, все это зафиксировано. Так что ничего нового не скажу, но людей много выносили. Они в основном были в не очень хорошем состоянии. Потому что им там кто-то рассказывал, что просто те, кто стоял впереди в масках, они просто в глаза распыляли газ и выносили. Я помню, мужика, которого вынесли, у него не было никаких следов насилия, ничего такого, типа крови не было. Но он просто не мог ходить, потому что он, видимо, надышал с этого газа. Кто-то из самообороны вынесли, сверху передали по рядам и положили где-то там рядом, медики там с ним еще общались. внутри лагеря. Это было на институтской не вне лагеря. Ну да, его потом переместили внутри лагеря. Наверное, я не знаю, он лежал на бордюре, они вот пытались там перевести в чувствах. Он был в чувствах, но просто вообще не мог двигаться как-то, ходить. И после последней атаки, даже когда я туда шел туда и начал немножечко участвовать, газа уже не было, его не было видно, но на утро я проснулся и я еще целый время оказалось, что я наглотался газом, потому что там просто воздух облывал настолько же, сколько газа. На самом деле много неправды говорят, особенно просто средства, когда они используют запрещенные пластиковые дубинки вместо резиновых, которые разрушены. И получается, что те травмы, которые люди получают, эти разрубленные головы дубинками, на самом деле по причине, именно наш Беркотт использовал запрещенные вообще эти спецсредства запрещены для использования. Самоборона говорила, что у них есть какая-то дубинка со стержнем. Это мало того, что этот пластик возможен со стержнем, так еще это не просто разгоняют резиновой дубинкой, которая более мягкая. Ну да, дубинка оставляет синяк, типа она сгибается. А это разрубает головы, проламывает их, то есть это совсем другое оружие уже. что у тебя еще самое страшное день, да? Самое страшное, да, самое страшное ночь. Эти тараканы конечно они без света и вот они все свои темные дела делают темное время суток. Я знаю, что многие люди, которые потважили меня, они конечно сказали, что они ничего не чувствовали такого плохого. Это что означает? 60 зрителей. Они ничего не чувствовали плохого и чувствовали, что все будет хорошо, потому что женщины возле сцены, я не знаю. У меня было ощущение, что будет то же, что было 30, только в большем масштабе. Что они решили перейти какую-то такую грань, именно такую человеческую, которую мы не готовы даже психологически и исторически. Это такие фантазии конечно, что не случилось, но такие были ощущения. Но все когда-то бывает первый раз. Поэтому когда зазвонили колокола было немножечко жутковато. классно потому что я сидела в эти дни просто очень ярко валили сайт спильнобачения. Очень ярко. То есть когда ты сидишь и понимаешь, что ты никакую дню... То есть происходит событие, которое ты вещаешь его, а то место, куда ты вещаешь, оно исчезает просто из пространства. Ты ничего не можешь сделать. И мы просто специально еще наняли хакера, который работал на защиту. Который просто сидел и по ночам я не хочу говорить сколько это стоит, который работал на защиту. После этого события мы переделали сайт и главное это стало выглядеть по-другому, но нас не перестали досить. Особенно в те дни, когда почему-то нас досят, когда происходят какие-то публикации конкретные или когда происходят какие-то движухи и события. То есть только мы сто процентов обещаем. То есть четко понятно, что в этот момент эта сила не хочет быть прозрачной. Вот не хочет она. И нас с вами. Поэтому в этот момент мы все не спали. Вся команда не спала. Четыре человека были с камерами. Человек десять сидела и мониторила все пространство, что происходило для того, чтобы выцепить все сообщения. Еще три человека старались сформировать какие-то новости, сообщения через полчаса хотя бы, чтобы это поместить хотя бы на фейсбуке, чтобы информация разошлась. И еще несколько человек сидели и пытались возобновить сайт. После того, как мы потеряли надежду, что сайт будет возобновлен, мы просто начали раскидывать по интернету прямые ссылки на все наши камеры. Ваши усилия следующая обереговая. В том числе благодаря вам это все разрешилось хорошо. Они испугались, потому что я честно скажу, я сидела и просто бомбила свои контакты в международных сферах таких немножко есть. Прямыми ссылками на юстрим. Потом в 3 или в 4 часа ночи появилась заява посла штатов. Да, я помню, они читали с СССР. И я просто отправила в прессы поперёк, чтобы спать. Читали с СССР из штатов и Эш. Пошли заявы и они откатились. То есть на самом деле эту ночь мы не спали, а я не спала в Тонинске. Мне еще интересна такая деталь, что даже после заяв посла и Кэтрин Эштон, которая смотрела это все, продолжала смотреть в 3 часа, в 4, все, как она заявила, после того, как это все в прайм-тайме все прошло в Америке в живом времени, они продолжали штурм, они продолжали что-то нормально про вспилки. Я пошел уже домой, потому что мне казалось, что я не был у экранов, я не знал, что там еще что происходит, нам казалось, что они просто остановились и будут стоять. Я пошел спать где-то в 6, лег в 7, и я не мог поверить, когда я проснулся в 9 утра, где-то вы спать где-то я первую ночь когда прочитал, я думал, первую ночь, когда прочитал, что супер Майдан выстоял, первую ночь начался штурм КМДА. Это просто было невероятно, насколько это была очевидная провальная операция с их стороны. Это было понятно, когда люди начали подходить с Европейской площади, вот этот поток людей, который стал маленькими-маленькими, такими, как муравьи, текли к Майдану. Потом, когда через час уже был Майдан заполнен, там его 20 тысяч было сначала может 2 тысячи или 5 может совсем, а потом там было много людей. И когда уже пришли эти люди, когда было много людей, когда отмели, вернее, отступил Беркут с институтской, оказалось, что все, а я что, все, дальше победа, было какое-то такое ощущение победы. И они все равно штурмовали КМДА, Горской милиционер. Вот эта вот загадочная загадка президентской души глубокой. Что это значит? Как это можно растягивать? Зачем это делать? Понимаете. Я думаю, может, никто не ответит на этот вопрос. Пока никто не может. когда-нибудь нам расскажет. В общем, ситуация в том, что я думаю, что таких, как ты, и таких, как я, достаточно много. как ты, как ты, очень яркий, представитель тех киевлян, которые есть те люди, которые сознательные граждане, которым не все равно. Нам пытаются там с российских телеканалов показать лицо протеста, как непонятно, как выглядящие, каких-то бомжей находят российские телеканалы или специально приводят за собой, как они... Кстати, 30-го числа перед штурмом еще один момент такой, из-за опыта, с первыми бачами, и не хочу переводить на тебя, потому что я ужасно выгляжу после рабочих суток. А я просто ужасно выгляжу. Вот. Но еще один момент, который мы поймали, это то, что российский, один из российских телеканалов, который... Ну, у них было написано мир на... Или это был НТВ мир, или кто это был, я не знаю. Но они пришли вместе с какими-то бомжами, извините. Вот. вот туда в отстеллу. Они их рассадили, дали им бутылку с водкой. А никто? Телеканал. Телеканал. И они снимали это все. И они делали просто постановку. И потом это все было в эфирах. То есть это все делалось вот таким вот образом, очень топором. Вот. Вот. Ну, то есть лесом протеста в Киеве на самом деле совершенно другое. Вот. еще одно милое лицо. Вопрос всем, почему в США и Европе не было санкции. Санкции на самом деле появляются после того, как есть какие-то действия в судебном процессе. вот как дело Магнитского. Это уже дело Магнитского. Это уже судебный процесс. Это уже доказанные факты коррупции или участие в противоправных действиях конкретных чиновников. у нас нету дела. У нас нету прецедента в юридическом поле, которое бы дало право странам ввести к подобной санкции. Как только против Януковича или кого-то из его окружения или тех людей, которых мы называем власти. Будут такие процессы, если не будет, если украинцы их санкционируют эти процессы, тогда только возможны санкции. На самом деле в юридическом поле они не могут иначе сейчас поступить. Я еще думаю, я еще думаю, что просто они же курица за демократию как-то ему нужно демократию не нужно закрывать нас. Если они сделают санкции, нам будет гораздо без нашего участия санкции неназможны. Но я имею в виду всякие политические решения, скажем, даже если было наше участие, все-таки важнее оставаться открытым в Европе и Америке даже с той властью, которая есть, возможно, хоть это странно, но как-то изменить их лучше и мирным способом, не знаю, как это сделать, не важно, это уже другой вопрос, чем отрезать Ленокровича, спровоцировать какой-то его, еще большее глубокое сближение с Россией. Мне кажется, санкции, они как раз, они как раз бы были бы немножечко плохой идеей, правильно? показали, что тот мир как бы отказывается с другой стороны санкции. Мне кажется, в Беларуси даже после факта был, когда Лукашенко уже сделал все, чтобы все грани и сделал магнитский, но там тоже в России все-таки ее не надо, я не думаю, что это превращает в прерывочередная какая-то задача, чтобы Россия была в ЕС или в НАТО, правильно? Украина все-таки интереснее как даже не то, все это знают, правильно понимаешь? Демократия, чем больше ее в мире, тем лучше и все-таки на нас еще надо надеяться убирать, врывать официально с властями при... Это же большая политика, да, Докольска? Это же макро-политика. Тут не просто они на нас обиделись и пойдут санкции сейчас все отрежут. Ну, так как был такой анекдот, был еще такой старый анекдот, как изменить ситуацию? Два пути реалистические, это если прилетят инопланетяне и как-то изменят, и фантастические, это если мы сами чем-то добьемся. я хочу сказать, что поскольку у нас такой... Вот еще одно лицо протеста, вот абсолютно интеллигентное лицо протеста, девушка, которая работает на кухне волонтером. Расскажи что-нибудь. А потом расскажу свой стон. Окей. Ну, я могу рассказать, что мы с компанией просто вот друзей, знакомых собрались и решили